Всем рукодельный привет! Меня зовут Даша, и вы на моем канале о вязании. И сегодня у нас стартует с вами второй выпуск. Я разделила первый выпуск вязальных новостей на две части. Если вы не смотрели первую часть этого видео, то рекомендую вам пройти по подсказке, которая сейчас выскочит, и посмотреть это видео, чтобы понимать, о чем вообще мы сейчас будем вести речь. Коротко об этом формате. В этом формате показываю новинки производителей пряжи, производителей спиц, которые нас ждут в будущем, либо которые уже только вышли и еще не дошли пока до нас. И я надеюсь, что это видео послужит для вас вдохновением, и как опора будет при выборе какой-то пряжи для ваших осенних процессов. А я желаю вам приятного просмотра. И следующий производитель, у него всего лишь одна новинка в этом сезоне, это фирма Alize. Она почему-то нас не порадовала этой осенью, и выпустила достаточно такую спорную новинку, и я даже могу примерно сказать, почему она это сделала. Это Alize Veluta. Это типичная плюшевая пряжа, толстая, в 100 граммах 68 метров, 100% микрополиэстер. И насколько я помню, у Alize не было конкурентоспособной какой-то пряжи, как раз таки, чтобы конкурировать с тем же Ярнар Дольче, с Himalaya Dolphin Baby, с такими на слуху которыми у нас пряжи, которые идут как раз таки для вязания игрушек, пледов и такого декоративного какого-то вязания. И они выпускают Alize Veluta, чтобы выйти, так сказать, и на этот рынок. Но мне кажется, они выбрали достаточно неудачный метраж. То есть 100 граммов 68 метров, это достаточно толстая нить, и использовать её как-то в игрушках не получится. Это, скорее всего, какие-то толстые пледы должны быть. И я бы не стала её для себя покупать. То есть я бы выбрала как раз таки для себя, если рассказывать про новинки, Ярнар Дольче Бэби. В 50 граммах, там 85 метров, насколько я помню, то это как раз таки то, что мне подойдёт для каких-то моих проектов. Я вам покажу цветовые сочетания. Есть также нежные цвета и классические. Тёмно-синий мне показался немножко ярковатым для этой палитры, но, возможно, это так передаётся просто оттенок на сайте. Я любитель приглушённых оттенков, так что первые три ряда этой палитры – это моя любовь. Но использовать я эту пряжу для себя не буду, насколько бы она мне не понравилась, так как этот метраж мне будет сложно реализовать в проектах. Также мы плавно переходим с вами к фирме NAKA. Но с сайтом NAKA у меня произошла небольшая проблема. Я вижу все новинки, которые есть у этого производителя. Я вам могу рассказать про её состав, но не могу вам рассказать про метраж и про палитру, потому что сайт, как я понимаю, не работает, так как я перехожу по ссылке какой-либо пряжи, и эта пряжа не найдена. И я попробую вам найти в интернете более подробную информацию о каждом из этих артикулов, но рассказывать буду о них максимально коротко и вставлять больше информации письменной. Чем нас радует в этом сезоне NAKA? Я не буду уделять особого внимания 100% акрилу, так как рынок уже перенасыщен как раз-таки этим 100% акрилом. Если вам будет интересно, вы перейдёте по ссылке и посмотрите. У NAKA как раз-таки есть несколько новых позиций 100% акрила, какого-то антипилинга акрила. Если вам интересно, вы посмотрите это сами. Я же вам расскажу про новинку, на которую я прям облизнулась и заказала сразу себе несколько моточков и урвала себе только один новый оттенок. Это Боха Концепт. Все мы знаем NAKA Боха, носочную пряжу. И в этом сезоне компания NAKA решила нас порадовать двумя новыми артикулами Боха. Боха Классик и Боха Концепция. Боха Классик это однотонная пряжа, то есть стандартные оттенки однотонные, без каких-либо излишеств. Также носочные пряжи. В таком же составе 25% полиамида, 75% шерсти. И в этой палитре у нас 14 цветов. Боха Концепция это полностью носочная, мультикалоровая, красивая пряжа, которая, по моему мнению, по цветовым сочетаниям некоторым, может вам напомнить какую-то итальянскую носочную пряжу. То есть таких красивых сочетаний в носочке я давно не видела. Для себя я заказала цвет Running, скоро он ко мне приедет. Так как все остальные цвета, которые я хотела, я хотела заказать еще радужный цвет. Я хотела заказать еще цвет такой приглушенно-бежево-розовый. Я вам поставляю фотографии, вы поймете, о чем я говорю. Также 25% полиамида, 75% шерсти. И, насколько я помню, Боха идет у нас в метраже 100 граммов, 420 метров. В стандартном носочном метраже. И вот эту носочку я рекомендую попробовать вам. Она уже едет ко мне в пути. Я прям жду и не дождусь потрогать этот моточек. Хочу понять, эти цветовые сочетания настолько ли красиво они ложатся в носочки, как нам показывает производитель. Так как каждый оттенок пряжи производитель показывает нам носочком. То есть как он будет выглядеть непосредственно в носке, если вязать его лицевой гладью, с пяткой бумеранг, например, классической. И я облизывалась на эту пряжу и до сих пор облизываюсь. И как только она появится в наличии в моем интернет-магазине любимом снова, то я закажу ее еще раз и еще раз. Также, возможно, вы уже видели эту новинку, но для меня она стала открытием. Появился всеми нами любимый париз. То есть Naka Paris Simly. То есть с добавлением нитки люрекса, нитки металлика. Это у нас 38% акрила, 59% полиамида и 3% как раз-таки вот этой нитки металлика. Так как эту пряжу часто стали использовать для вязания деткам, я заказывать буду эту пряжу себе для вязания такого зимнего пулловера с высоким горлом. Потому что эта пряжа мне очень понравилась, когда я ее заказывала для пробы. И я бы, наверное, воздержалась от вязания для себя каких-то таких изделий слишком пушистых и блестящих. Если же люрекс, так как его всего 3%, настолько ненавязчивый в этой пряже, что он смотрится не настолько ярко, как вот, например, мы смотрели в Ярнард Манхэттен пряжу, то я бы попробовала, но с осторожностью на какой-то свитерочек, либо как добавочную нить куда-то. То есть какую-то полосу пустить красивую или что-то еще. А так, для детских изделий, для интерьерного вязания, какие-то красивые такие блестящие пледы. Даже я вот... мне очень нравится сама по себе эта идея. Также новинка, которая меня порадовала, это Нака Султан. Я его еще не видела в наличии ни в одном интернет-магазине. Я вам говорила, что не буду рассказывать про стопроцентный акрил, но этот акрил меня удивил как раз-таки формой выпуска. Он выпускается в круглых моточках, в таких кейках. И цветовые решения у этой пряжи очень красивые. То есть, если вы любите какие-то такие яркие моточки, как, например, Ярнард Флаурс, где переходящий цвет идет аккуратно, то... и если вы не можете носить, там, например, для вас полухлопок Флаурс слишком тонкий, а Ярнард Флаурс Мерина слишком... там, много шерсти, и вы чувствительны к этому, то как раз-таки вот этот вот Нака Султан, мне кажется, мог бы вам заменить на какие-то палантины, на какие-то шапочки. И пуловеры как раз-таки мог бы стать вам заменой. То есть, вы можете попробовать эту пряжу именно в такой реализации. Я вам вставлю подробные характеристики с метражом, так как на сайте я вам сказала уже не могу правильно посмотреть все характеристики. Я вам больше буду приписывать все это на экране. И это была последняя пряжа от фирмы Накос, с которой я хотела бы вас познакомить. Вы можете найти еще некоторые другие новинки, которые я не обратила свое внимание и не стала показывать вам, чтобы, так сказать, не забивать нам сильно много эфирного времени, так как это видео и так уже получается слишком растянутым. Также фирма Хималая выпустила для нас одну интересную новинку, на которую я хотела бы обратить ваше внимание. Это Хималая Мона. Так как мы уже начали с вами говорить про круглые моточки, про кейки, также относятся к форме выпуска от подобной пряжи. И чем меня порадовала эта пряжа? У нее уже в составе есть шерсть. Это 85% акрила, 15% шерсти. В мотке 260 метров на 100 граммов. То есть это 100 граммовые моточки с очень плавным, красивым переходом. Я вам ставлю палитру и некоторые оттенки покажу поподробнее. Мне очень нравится политика фирмы, когда она выпускает какую-то либо пряжу с мультикалоровыми оттенками и показывает, как она раскладывается в полотне. Так как для некоторых, в том числе и для меня, это очень важная составляющая. То есть мне важно видеть, как этот моточек будет выкладываться в полотне, прежде чем я его куплю. Потому что были такие ситуации, когда я как раз-таки расстраивалась из-за того, что это либо маленькие какие-то переходы, либо они некрасиво ложатся пятнами. И я не хотела бы такое испытывать вновь. Поэтому вот когда производитель делает так, это большое, я хочу высказать ему почтение. Что он за нас это сделал. То есть отвязал какие-то образцы и показывает, как это смотрится. И переходы здесь достаточно нежные, аккуратные. Порой даже незаметные, я бы их назвала. Тут представлены изделия, которые отвязаны были из разных оттенков пряжи. Я вам вставлю несколько фотографий, но, как по мне, это не сильно удачные модели. Но производитель нам как раз-таки хотел показать, как они вот смотрятся в полотне, если смотреть на полную картину. То есть не на какой-то маленький образец, а вот как раз-таки на цельное изделие. И это была последняя пряжа в категории новинок пряжи, которые я вам хотела показать. То есть это осенние новинки, которые мне удалось найти в интернете. Все ссылки будут в описании, как я уже и говорила. И я предлагаю вам ознакомиться еще с парой артикулов спиц, которые я нашла для себя, какие-то новые. И хотела бы поделиться ими с вами. Я начну с бюджетных спиц, и мы будем идти по возрастанию и закончим с вами наборами. Что меня очень порадовало. Я очень давно использую треугольные спицы а-ля Adi Crazy Trio китайского производства от фирмы Рукоделия. Я вам вставлю фотографию и оставлю ссылку на Валберес, где я покупала эти спицы. Их сейчас, насколько я помню, нет в наличии, но вы можете добавить в лист ожидания и купить, когда они появятся. У них очень много положительных отзывов, и они очень мне понравились. Также фирма Гамма не стала упускать этот момент и выпустила также спицы, как она назвала их, чулочные гибкие, насколько я помню. Я вам вставлю фотографию, как она выглядит, но я заметила, что они появились на сайте Кудель, но почему-то указано, что их нет в наличии. То есть либо их еще не выгрузили полностью на сайт, либо их уже раскупили к тому моменту, как я о них вообще узнала. И я рекомендую попробовать спицы как раз таки тем людям, которые в будущем планируют себе брать Adi Crazy Trio, либо Adi Crazy Trio Novel, который также является новинкой этого сезона, но они уже достаточно давно о них известны. Возможно, вы о них уже знаете. И как раз таки перед покупкой этих спиц можно было бы протестировать более бюджетный их аналог и либо остановиться на бюджетном аналоге, либо уже покупать и сравнивать для себя, выбирать либо более качественный какой-то продукт, как вам кажется, если он качественный, либо использовать также китайский аналог и не знать бед, грубо говоря. Также из спиц-одиночек, новинка, которая мне понравилась, появились съемные спицы Adi Novel. То есть Adi Novel для меня стала приятным открытием, очень приятным открытием этого года. Они появились у меня совсем недавно. Мне подарили их на день рождения моя мама и сестра. Я уже начала испытывать эти спицы, и я полностью ими довольна. Это на данный момент лучшие спицы в моем арсенале, которые у меня есть. И какое было мое удивление, что фирма Adi выпустила также эти спицы разъемные. Но что меня не порадовало, эти спицы идут с системы Adi Click. То есть они не подходят к стандартным тросикам. Это, как по мне, огромный минус, который мне омрачает именно покупку. Но с другой стороны, существует вероятность того, что я попробую эти спицы именно из-за системы Adi Click, чтобы посмотреть, как эта система вообще работает. Потому что мне безумно интересно. Но такие спицы обойдутся достаточно дорого. Я посмотрела на сайте Кудель. Я буду его использовать как опору в этих ценах на эти спицы. И сами спицы стоят около 1000 рублей пара. И тросики не продаются по одной штуке. Тросики продаются как дополнительные системы к набору Adi Click. То есть дополнительные тросики, их там по два, по три в наборе. И такие наборы тросиков могут доходить и до 2000 рублей. То есть по факту, с одной стороны, это и хорошо, что мы получаем несколько тросиков, там, например, 40, 60 и 100 сантиметров. И по факту за эту цену мы получаем с вами три пары спиц. Ну, три разных длины спиц, если вот так вот рассуждать. Но вот именно цена, как для меня, как для потребителя, если я хотела бы попробовать именно съемные эти спицы и, допустим, какую-то одну леску, которой бы мне хватило, если бы мне эти спицы понравились, я бы докупила потом другие лески. Такой возможности у производителя нет. И это меня немножко расстраивает. Поэтому эта покупка будет отложена в долгий-долгий ящик. И если когда-то у меня вот будут лишние финансы именно на какие-то инструменты, то я уже даже буду задумываться о покупке набора. И мы плавно с вами переходим к наборам. Хотела рассказать, этот набор стал приятной для меня находкой. И я не нашла никакой информации об этом наборе на русскоязычном ютубе, в русскоязычном гугле. Единственную информацию об этом наборе, которую мне удалось найти, я нашла в инстаграме. И то это были какие-то корейские вязальные блогеры. И только у них есть фотографии и отзывы на этот продукт. Как я вообще столкнулась с этим набором? А рассказываю я вам про набор спиц, ультраукороченные спицы, Нитпро Деним. Я вам вставляю фотографии, конечно же, как выглядит этот набор. И отличительной его особенностью является то, что его спицы очень-очень маленькие. То есть эти спицы как раз-таки созданы для того, чтобы вязать рукавчики. Возможно, даже если позволит длина лески, можно вязать этим набором носочки, варежки, шапочки. Там несколько различных лесок. Я вам поставляю полностью характеристику, которую я смогла найти только у девушки на ютубе, у кореянки, которая рассказывала про этот набор. Она сравнивала его с подобным набором от Чиагу укороченных таких маленьких спиц. Но спицы там очень-очень маленькие. Если вот сравнивать, например, его с мизинцем, то мизинец даже длиннее будет, чем та спица. И этот набор меня очень заинтересовал. То есть, я так понимаю, этот набор будет порядка дешевле, чем Чиагу. И они идут как деревянные спицы. Очень красиво выглядят. Как раз-таки вот этот эффект денима, эффект потертости. Идет красивая сумочка в комплекте, так сказать, для хранения этих спиц. И спицы выглядят достаточно как игрушечные, но очень-очень милые. И я удивлена, почему у нас пока еще нету нигде в продаже этих спиц. Мне было бы интересно узнать, сколько они стоят на наш, так сказать, уже с перевозкой в Россию. И ни на каких других сайтах я не смогла найти эти спицы. Вы не поверите, какие-то волшебные на самом деле. Но я бы уделила как раз-таки внимание этому наборчику, если он будет порядка дешевле Чиагу. То есть, как такое небольшое... Я бы не рассматривала его как основной набор спиц. Его нельзя рассматривать как основной набор спиц, так как эти каратульки, они будут использоваться у вас для какого-то специфического вязания вещей, которые я вам описывала. То есть, это какой-то дополнительный набор. Так сказать, можно баловство. И я бы попробовала, вот так сказать, эту авантюру. И мне было бы интересно посмотреть, как будут выглядеть сами по себе эти спицы. Это все спицы, о которых я хотела бы вам рассказать в этом видео. Это все продукты, о которых я хотела бы вам рассказать в этом видео. Если вам понравился такой формат вязальных новостей, я приглашаю вас в комментариях. Я послушаю ваше мнение. Мне интересно, зашел, так сказать, вам этот формат или нет. И если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на мой канал. И я буду ждать вас в новых видео. Всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok